19 марта примерно около 10.11 утра абоненты МТС и Лайв стали жаловаться на то, что не могут зайти на сайт инициативы Голос. Это шестая публичная попытка спецслужб сломать платформу, пишут в телеграм-канале платформы для голосования Голос. Блокировка – ожидаемый и предсказуемый шаг со стороны властей, которые понимают, на что способны белорусы с помощью Голоса. Сайт – это не единственный, а лишь дополнительный способ зарегистрироваться на платформе, пишут в телеграм-канале платформы. При этом никакие данные пользователя сам сайт не запрашивает, он выступает вспомогательным проводником от пользователя к чат-боту. Пройти регистрацию в Голосе можно напрямую в чат-боте. За сутки в общенациональном голосовании, которое объявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, приняли участие более 430 тысяч белорусов. За первый час проголосовали 200 тысяч белорусов, из-за этого процесс подачи своего Голоса и его учет был замедлен. Приходилось ждать ответа приложения. Поток ваших сообщений оказался больше августовского. В связи с огромной нагрузкой чат-бот испытывает сложности в обработке запросов. Поэтому голосование может занять немного больше времени, сообщили в администрации платформы в первый же час. На утро 19 марта, согласно данным Голоса, 99% всех участников ответили утвердительно на единственный вопрос. «Я требую мирного разрешения кризиса в Беларуси путем переговоров. Я призываю Светлану Тихановскую провести их при международном посредничестве». Отрицательно ответили 1% проголосовавших. Кстати, организаторы голосования сообщают, что при подсчете результатов учитываются только голоса пользователей с белорусским номером телефона, а также голоса белорусов зарубежья, подтвердивших свое гражданство в Голосе. С одного номера телефона засчитывается только один голос. Также в Евросоюзе было решено в случае Беларуси создать список ответственных за происходящее в республике. Германия самостоятельно не вводит санкции против режима Лукашенко, поскольку в Евросоюзе договорились принимать решения о штрафных мерах, в том числе и в отношении официального Минска, сообща на европейском уровне. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его словам, все санкции в отношении Беларуси были приняты в ЕС единогласно. «Определяя жесткость штрафных мер, нужно стремиться к тому, чтобы они поражали виновных, а не все гражданское общество в целом», – сказал Маас. «Когда речь заходит о санкциях, то нужно учитывать их экономические последствия», – подчеркнул министр. «Поэтому в ЕС было решено в случае Беларуси создать список ответственных за происходящее в стране. И это относится не только лично к Лукашенко, но и ко всему его аппарату», – отметил глава МИД Германии. По его словам, правитель Беларуси цепляется за власть, используя диктаторские методы и попирает либеральные ценности. Субтитры создавал DimaTorzok